Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы в гостях у правозащитника, диссидента, члена московской хельсинской группы, ученого-физика Бориса Львовича Альшулера. Борис Львович, добрый день! Здравствуйте! Борис Львович, позвольте начать наш разговор с актуальной темы. Я совсем недавно Первый канал закупил права на показ американского фильма о Майкле Джексоне. И этот фильм был посвящен сексуальной его девиации по отношению к детям. Вы много лет занимались правами детей. И я бы хотел задать вопрос. Вот такие фильмы, которые нам показывают, как вообще общество должно на них рефлексировать? Ну, я скажу очень кратко, что вообще-то есть такое понятие «право». В основе права лежит принцип презумпции невиновности, который сегодня на Западе, в США, в Англии, в отношении харассмента, в отношении к социальным... Катастрофически нарушается, как в средние века, как у нас сталинское время. Вот пальцем ткнули, выступили какие-то уже взрослые люди. «Ой, Малка Дженсен со мной, там спал меня, там что-то такое». И уже все думают, да, правда, все думают, что является просто абсурдом с правовой точки зрения. Где доказательства? Элементарное. И это же во всем. Кончают с собой люди в Англии, профессор Уэльси покончил, студентки сказали, что он что-то. Профессор говорит, вам надо уволиться. Он пришел домой, покончил. Жена и дети руководители. Понимаете, это какая-то инквизиция вообще сейчас на Западе творится. Я бы хотел, чтобы мы не следовали в этом деле примеру Запада. И если уже кого-то в чем-то обвиняют, чтобы за этим были нормальные доказательства. Это же как следствие, например. Есть еще одно вопиющее нарушение принципа права, идущее от инквизиции. А именно, формула такая – признание царица доказательств. Вот вы сейчас читали, знаете, как пытали свидетели Иегова, которых там, следственный комитет. Ведь чего добивались следователи? Чтобы он признался. А что признался, надо пытать, всячески мучить. А какое отношение признание имеет к выяснению истины? Инквизиция тоже допытывала. Признайся, что ты ведьма. То есть, вот это вот нарушение права первичных, это страшно опасная вещь. Теперь, что касается педофилии, я про Майкла Джетсона и про их дела вообще говорить не буду. Меня, так сказать, считают, а вообще мусором во многом судят по тому, что там происходит. Но действительно лет 15-20 назад у нас это было очень распространено, в том числе в очень широких властных кругах. Известно, что около памятника героев Плевну метро «Китай-город» было просто место, где высокие люди администрации президента могли на ночь взять мальчика безнадзорного и повеселиться с ним. Естественно, кормили его за это и так далее. И это вот безнадзорность, это все это было. Новая газета про это много писала, я про это писал, тоже заявление делал. И, в общем, с этим покончили. И правоохранительные органы Российской Федерации, которые раньше на это смотрели сквозь пальцы, то есть не выполняли свою прямую обязанность. Может, потому что участвовали в этом, может, им платили эти важные люди. Но так или иначе не работало. Они начали в этом плане работать. И, к сожалению, наши правоохранительные органы, тем не менее, остаются все равно на очень примитивном и требуют колоссального совершенствования. Ведь здесь вопрос даже не в правоохранительных органах. Два молодых человека, уже взрослых, четыре часа на экране рассказывают о том, что с ними происходило в детстве. С 7 до 14 лет они вступали в половые контакты с этим человеком. Якобы, как они утверждают. Как они утверждают, да. При этом они в первой части рассказывают о том, что даже у них остались приятные воспоминания об этом, и никакой злобы они не испытывают. Не было мысли, типа, это плохо. Ничего такого. А потом, когда они уже женились, завели детей, вдруг они стали испытывать какое-то угнетение совести, да. И вдруг они испытывали какой-то дискомфорт. До этого нужно отметить, что они в судах защищали Майкла Джексон и говорили, нет, он с нами не вступал в никакие половые контакты. И уже там, когда им уже за 30 перевалило, и когда Майкл Джексон умер, они вдруг выступили обвинителями. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, это либо связано с тем, что в них что-то сидит такое бисексуальное, да. И они не могут это проявить, из-за этого испытывают психические страдания. Ну, и пытаются как-то на этом, может быть, заработать. Вот второе. Я к небесу не иду. Душа там, страдания. Да заплатили им они. Это моя гипотеза. Я тоже не могу их обвинять. Но меня просто неинтересно говорить. Здесь никаких фактов нет. Есть утверждения каких-то людей. Ясно, что если Майкл Джексон очень известная фигура, вокруг этого покрасоваться неплохо. Тем более, если тебе предлагают. Но это гипотеза. Что мы будем про это время тратить, про эти американские штучки? Но в России тоже эта проблема есть. Да она везде есть. Везде есть проходимцы. Вот Дмитриева, например, нашего знаменитого консоборца. Юрий Дмитриев сегодня сидит. Юрий Дмитриевич сидит. У нас следствие абсолютно без контроля. Они вцепляются. В данном случае им надо какой-то заказ. Я не знаю, от кого пришел заказ. Мы можем предполагать, что Дмитриева надо... И началось. А когда они же вцепились, они и расцепляются. С маковым делом – это ведь исключение. Когда они два или три года мучили людей, профессора Зелинского и все это, Зеленцова, и из-за ничего. Но понимаете, когда следователи вцепляются, это как клещи. Там же нет вопроса выяснения истины. Есть вопрос только, что надо дело довести и получить значок, повышение этого службы. Только это. Слава богу, присяжные признали всех невиновными. Но это позор Следственного комитета. После этого Бастрыкин должен в отставку уходить. А он сидит. Понимаете, хотя порядок у себя в Следственном комитете навести не может заведомо. Его люди пытают, и все. Не может он навести, Александр Иванович, порядок. Не может. Но тут, наверное, речь идет скорее и о культуре человека. Культура – это абсолютно десятое дело. Природа человека везде одинаковая. Я вам могу привести цитату американского полицейского Питера Гриневского русского происхождения. Поскольку он русский, происхожденный нью-йоркский, он режет правду матку по-нашему. Это еще 1994 год. Московские новости опубликовали. Он четко говорит, с ним беседа. Я знаю, почему ваша система буксует. Ну, правоохранительная система. Потому что вас никто не проверяет, не контролирует другого. А за мной следят 40 детективов из разных бюро, которые могут меня посадить в тюрьму, если я что-то неправильно сделаю. Природа человека везде одинаковая. Везде, особенно в правоохранительной системе, где бешеные деньги предлагаются. Только профилактическая оперативно-розыскная деятельность, профилактическая слежка. Только это, причем не сами, чтобы свой, за своими. У нас, собственно, безопасность всегда только за своими следит. Ну, естественно, она все это не работает, а работает на 5%. Надо, чтобы одни следили за другими, эти за третьими. Есть еще следственные судьи, есть частные детективы. За полицейский конь Финляндии. Вот, кстати, гнилая провинция Российской империи, где нет никаких природных ресурсов, которые занимают высшее в мире место по уровню жизни и социальной защищенности. Почему? Потому что чиновники там сменяемы и боятся населения. И правоохранители там не понимают нашего анекдота. Я пробовал рассказывать им. Знаете, как поступил еще в советское время мужик в милицию? Зарплаты не приходят. Один месяц, зарплаты второй. К тому же, что ты с зарплаты не приходишь? Как? Зарплата? А я думал, пистолет дали, фуражку дали, дальше сам. Все. Ему же не нужна зарплата. Он кормится с должностью на сплошные кормления. Ничего этого в Финляндии нет даже близко. И не может быть. Потому что там такая слежка. Но это система. Кстати, вот я на самом деле очень ценю, конечно, тот период, что правит Владимир Владимирович Путин. Эти 18-19 лет в сравнении с 90-ми годами. Ну, просто нормализация произошла определенно. И нет такого количества бедности. Хотя она очень большая, но такого нет, чтобы 40% населения. И нету этой крови, которую мы каждый день по телевизору видели из Чечни. Кончили и грозно отстроили. При всех огромных нарушениях прав человека, все равно нет такого, что война идет в собственной стране. Да еще бомбят тяжелой авиацией, танками, артиллерией, села сметают с лица земли ковровый бордеров. Это все окончилось. И все-таки другое. Но то, что он не сделал, это упущенный шанс исторический. Не знаю, сделает ли. Систему не создал. Вот завтра его не будет. И мы совершенно, не он, никто не знает, что будет в стране. Что начнется. Какая кровавая баня начнется. Мы не знаем. Как-то в ручном режиме ему удается управление, удерживать этот баланс. Но мы же знаем, какие люди, какие структуры вокруг и все, которые вокруг Ельцина были, но Бориса Николаевича задвинули, его нету. И там началось вот это вот. То есть, у того же Путина есть, кстати, прекрасная фраза. За несколько дней до того, как Ельцин его назначил его президента, то есть в конце декабря 1999 года, вышла в независимой газете его большая статья «Россия на рубеже тысячелетий». Там есть в том числе программная статья. Такая фраза. История убедительно доказала, все тоталитарные системы неустойчивы. Устойчивыми при их всех недостатках являются только демократические системы. Золотыми буквами можно на стене Кремля написать. Ну, не создала у нас эта вот система. Откуда берется устойчивость физической любой системе? За счет отрицательной обратной связи, как физик говорю. За счет сдержек противовесов. Отклонение происходит, возникает сила, возвращающая назад. В какое-то стабильное состояние. Вот эта система сдержек противовесов, отцы, основатели американской конституции, еще тогда, в XVIII веке. Вашингтон, Франклин, они ведь, что говорили? Человек по своей природе дурен, зол. Мы должны защитить страну от человека, занимающего высший пост президента. Как защитить? Создать систему сдержек противовеса. Тут суд независимый, тут независимый парламент, тут это самое местное самоуправление. Ничего этого не сделано в Российской Федерации почти за все эти годы. Это новая Россия, 30 лет. Местного самоуправления от него общие остатки. Это Александр Второй пытался его внести. Царь-реформатор, его эти безумцы убили. Финляндия его внедрила у себя. И финское местное самоуправление, это горнило их демократией. Но как там местная власть боится местного населения? Как она бегает защита? Потому что есть оппозиция, которой тут же набрасывает. Вот конкуренция политическая, конкуренция экономическая. Ничего этого нет. И это беда, потому что это абсолютно непредсказуемо завтра. Насколько известно, Владимир Владимирович, он конкуренцию как бы не понимает важности конкуренции. То есть, школа КГБ все-таки не учила конкуренции. Я не знаю, нет, я никогда не был президентом. Думаю, что он понимает очень много. По крайней мере, когда в январе прошлого года, 18-го, его задал корреспондент. Почему вы не думаете, ему задают, это я из газеты знаю, почему вы не думаете, что будет со страной, если вы уйдете из-за президента. Он ответил, я думаю об этом днем и ночью. Я думаю, это искренне. Кроме того, в том же интервью, или близко, он сказал, что нам как воздух нужна политическая конкуренция, экономическая конкуренция. Это его слова. Он прекрасно это понимает. Посчитайте в интернете, что он говорит про нарушения по картели, про эти самые отсутствие конкуренции в строительстве, во всех вещах. Вот такие жесткие слова. Не даром же было его поручение создать вот этой ФСБ и всем этим правоохранителям совместный план борьбы с картелями. Все он понимает. Но дело в том, повторю, я не был президентом. Я знаю, вот как-то Андрей Дмитриевич Сахаров на эту тему о Кремле очень мне хорошо ответил, как-то мы с ним много общались на разные темы. Я его как-то спросил, 73-й, что ли, год, 75-й, почему Брежнев, генсек, не сделает то-то, то-то, там, ну, как-то. Он ответил очень мудро, он понимал. Брежнев, чем выше положение, это Сахарова слава, чем выше положение, тем меньше степеней свободы. Брежнев может очень мало. Сахаров знал, как это устроено все. И именно по этой причине, насколько сложно все в Кремле. Он, например, в своей самой жесткой критике советских порядков никогда не переходил на личности в отношении Высшего Круга. Он не переходил, он считал, что это бессмысленно. И мы никогда не знаем, кто, что, за, против. И вообще мы не знаем там ничего. Там свои законы под ковром. Черчилль когда-то очень хорошо сказал в советской системе, это относится к любой авторитарной системе, где решаются не по законам, не открыто, а решаются за счет этих междусобойщиков. При царском дворе у нас, в администрации президента, тогда при ЦК КПСС. Что такое советская система, сказал Черчилль? Это борьба под ковром. Но иногда наружу выкидывают дохлую собаку. Имеется в траурной рамке в правде. Мы действительно ничего тогда не знали, кто что... Ну вот я говорю, поэтому я не знаю, что может Путин, что нет, но то, что даже не ставится вопрос о создании системы, я думаю, вот в этом его непонимание. Не потому, что он не понимает, что нужна конкуренция, он это все могут сделать. Я говорю, но вот создать систему, есть же простые способы. Их тоже в Финляндии рядом поучится. Как сделали так, что за каждым полицейским слежка? Вот они когда, мы там были в Финляндии два года назад, как-то ездили там на недельку, говорят, как раз сейчас идет большой скандал. Выяснилось, что там одна какая-то полицейская начальница, что-то такое там по мелочи в общем. Это не то, что там взятки брала, не то, что там крышевало предприятие, там рекет. Скандал, уволили, то да сё. Выявляется мгновенно, потому что слегка идет множественно, и с разных сторон. На троих не сговоришься. Да, вы сейчас сказали про 90-е годы, сказали, что эпоху Владимира Путина вы оцениваете более позитивно, нежели 90-е годы. Без сомнения. Но все-таки 90-е годы, они дали России свободу. Вот эти позитивные изменения вы как-то совсем не кладете на чашу весов. Что вы называете свободой? Знаете, как-то в начале 90-х появилась хорошая фраза, гласность есть, ослышимость. Сколько вы писали по поводу прав детей? Первый человек, который вообще откликнулся, всерьез, был Путин. Так или иначе. Это остается. Но это не к тому, что вот я именно его хвалить, а к тому, что, понимаете, там было... Да, конечно. Но, кстати, те свободы, которые были тогда, во многом остаются. Кроме, конечно, телевизора. Я прекрасно понимаю бы. Да, как постепенно, как появился Путин, кураторы от ФСБ появились в разных СМИ. Вот уже телевидения больше нету. Его нет. К счастью, что появился, есть интернет, и есть независимые еще каналы. Это беда. Но, тем не менее, сказать, что у нас все под одну гребенку информационную, тоже нельзя. Я читаю не только новую газету. Вот независимая газета, вот коммерсант. То есть там жесткие статьи, жестко критические, очень информационные. В интернете полно информации. Поэтому это не то, что мы совсем потеряли. Я понимаю, что тут в этом плане есть откат. Хотя, с другой стороны, когда мы по НТВ, свободно мы НТВ. Светлана Сорокина, конечно, говорила, я ее очень уважаю. Но мы каждый день видели эту кровь из Чечни. И мы сидели вот дома у себя, видим этот ужас. И ничего никто не делает. И ничего не происходит. И это продолжается. И нет такого ЧП сразу. Сейчас же нет этого. Сейчас объективно нет такой крови и такого ужаса. Но мы увидим кровь, которая льется на Донбассе. На Донбассе кровь не льется с февраля 2015 года. Это тоже некое чудо. Кстати, инициатива Путина, насколько мне известно. Вдруг в Москву приезжают Меркель и Оланд, президент Франции. Связываются по телефону они втроем с Путиным, с Обамой. И договариваются о встрече в Минске. Трудная встреча. После чего поступило жесткое указание. Никакой договоренности политической на Донбассе нет. Но жесточайшее указание. На короткий поводок прекратить бойню. ФСБ, насколько мне говорили ребята, там просто отлавливало тех, так сказать, борцов за независимость. Донбасс прервались в бой. Арестовывало. Запад, с своей стороны, на короткий поводок взял тех, тоже активистов, ручихся в бой. И в общем туда вернулось около миллиона человек после этого. Беженцев из России. И это не значит, что там хорошая обстановка. И там какие-то нарушения. Но это опять не широкомасштабные военные действия, которые просто делают ужас какой-то. Да, но они были, и была Южная Осетия. И много чего было при Владимире Путине. Много чего было. Но мы можем этого отдельно говорить. С Южной Осетией... Ну, что здесь говорить. Были провокации с российской стороны. Насколько мне известно, Саакашвили начал бомбить. Тогда наши ввели войска. Так все спровоцировали, и он отдался на провокацию. Он там галстук жевал. По телевизору нам показывали. Вот. Что мне было важно. Две вещи было важно. Если говорить о поведении России. Что когда наши войска туда вошли, потом остановились. И потом все-таки ушли. Могли взять Тбилиси, могли все что угодно сделать. Ушли. Это первое. Все-таки разум какой-то победил. А второе. Наши друзья из мемориала целый месяц ездили, разговаривали, опрашивали сотни грузинских беженцев из Осетии. Были ли над ними издевательства? Были ли что-то? В том числе среди российских, стороны российских солдат. Почему это важно было? Потому что в Чечне это была норма жизни. Шли под наркотой эти самые десантники. И бросали гранаты в подвалы, где прячутся женщины и дети. И насиловали девушек. И потом эти самые бойцы, местные жители, молодежь уходила в леса мстить. И это пламя продолжалось. Это делалось специально, чтобы это продолжалось. Потому что это очень доходное мероприятие. Вся эта война была так называемая. Лебедь об этом хорошо говорит. Александр Лебедь. В данном случае ответ был один. Причем это ребята, которые настроены были выявить любые злоупотребления российских солдат. Говорят, ни одной жалобы на какое-то насилие или какое-то плохое со стороны российских солдат не было со стороны грузинского населения. Были жалобы на осетин, которые их, правда, не насиловали, не убивали, выгоняли из домов и, так сказать, и отправляли их к себе в Грузию. Лишали имущества. Это было. Но вот это важно, что не было. То есть это все-таки другая несколько эпоха. Другая дисциплина или другие установки. Ну, сменилось. Что-то сменилось. Но я, конечно, могу и не одобрять. И все, я не знаю про Россетию, что там. Не берусь говорить. Не берусь сейчас говорить, кто там первый начал, что я знаю, что очень было много провокаций с нашей стороны. Я знаю, что началась вся эта история, когда распался СССР и когда Гамсахурди и недоброй памяти пришел к власти. Почему? Во-первых, устроил цыганский погром, что очень понравилось населению. А во-вторых, послал войска в Осетию. Потому что Осетия вот рядом, хотели там. Там же вроде у них автономию объявили. Ну, и Осетина их выгнали. И с тех пор Осетия и была вот так отдельно. Ну, вот, значит, это все, как-то тлеющий конфликт называется. Да, но ведь так можно оправдывать любую агрессию, да, говорить, например, про Гитлера. Ну, спасибо, что не всю Россию сжег дотла, да. Ну, спасибо за это. Ну, что оправдывать агрессию? Я не оправдываю никакой агрессии. Какая там агрессия? Была Осетия, есть Осетия. Она давно заявила, что она независимая государственная. Ее поддержали. Даже в данном случае собственной агрессии нет. Агрессия есть, если угодно, с Крымом. Там просто нарушение международного права. Но это, как говорится, тут давайте вспомним, когда произошла Октябрьская революция, что две провинции Царской империи, Финляндия и Польша, объявили об отделении. Сепаратисты. Сепаратистами как надо поступать? Посылать войска, ликвидировать, не давать им развернуться. Вот Ленин и послал Тухачевского и Буденова в Польшу. Им набили морду поляки и стали независимым государством. И что, мы должны осуждать поляков в этой ситуации? Нет, конечно. Ну и все. Поэтому это все эти вопросы для меня как правозащитника, вот эти вопросы административного деления абсолютно вторичные. Они не существуют. Для меня важно. Есть право на жизнь как одно из первых прав человека. То, что административно изменение подчиненности Крыма произошло без единой человеческой жертвы, для меня это правозащитное чудо. Должна была быть кровавая бойня, как на Донбассе получилось. Она не получилась. Причем здесь, кстати, заслуга в хорошем смысле обоих сторон. И Украины, и России. Потому что была достигнута договоренность между военным командованием не стреляем. Там даже, я считал, что даже на кулачный бой даже пошли наши командиры украинские коммуникации на одной военной базе в Севастополе или где-то. Короче говоря, так или иначе, но все-таки человеческое победило. И не получилось этой войны, этой ужаса, что на Донбассе. А на Донбассе не победил. Таких тлеющих конфликтов на постсоветском пространстве достаточно много. И на горных коробах. Россия вообще должна как-то в эти конфликты, которые возникают между бывшими союзными республиками, вмешиваться. Я думаю, вмешательство может быть только одно. Когда начинается драка, ее останавливать. Просто. Как на Донбассе сделали Минскими соглашениями. Проблема неразрешима. Но не драться. Не драться. А сколько было попыток с обоих сторон начать опять бойню, морду бить друг к другу. Останавливали. С нашей стороны власть России. С той стороны без сомнения Запад останавливал. Потому что никакого Порошенко этих сил нет. Было жесточайшее условие. Не драться. Это Минские соглашения. Кончить бойню. Кстати, тогда в начале это было в январе в январе 15-го года мне сказал один наш очень хороший человек из Следственного комитета, который детьми занимается, что вот он привез к Рошале в клинику по-моему, с Лизой Глинкой. Он с Лизой Глинкой много работал. Мальчика, которому оторвало руки и ноги из Донбасса. И вот там Рошале его лечили. Рошаль сказал и написал потом у себя в Твиттере. Он мне про это сказал, что вот надо, чтобы лидеры стран собрались у постели этого мальчика и договорились прекратить бойню. Я написал об этом обращение к президенту в конце января. Послал, у меня был к администрации, послал где-то, так или иначе не уверен, что мое обращение, но тем не менее я написал, повторил слова Рошале. Через неделю приезжают Оланд и Беркаль в Москву с Обамой и договариваются прекратить бойню в Минске. Ее прекратили. Так или иначе, прекратить бойню это единственное вмешательство, прекратить бойню, чтобы не лилась кровь. А договариваться, они там могут сто лет договариваться и не договориться. Что Приднестровье, что это самое Карабах, что и все другие, Абхазия, Осетия. Мало ли там какие, это еще, когда распадается такая империя, как СССР, это еще немного. Такая кровь могла литься. Но все равно это очень больные места. Но вот надо, чтобы не дрались, не драться и все. Все равно вы не можете договориться. Но драка запрещена. Как вы считаете, когда конфликт с Нагорным Карабахом назревал, многие наши правозащитники заняли армянскую сторону, Галина Васильевна Старовойтова даже ездила и поддерживала Армению. Зачем нам было это нужно, вот правозащитникам российским поддерживать армянскую сторону? Ну, здесь же очень простая вещь. Поддерживается страдающая сторона. Армяне в Азербайджане были, и в том числе в Карабахе, меньшинство. В Карабахе не ходит большинство нацелений, но все равно они же дискриминируемые, так сказать, враждебные этнические нации. Карабах был меж Швейцарии такой, был местом, где были дачи, коттеджи всей бакинской партийной элиты и всякой там. Вот. Им он был нужен, а армяне были ненужны. Вот. То есть, шло очень сильное притеснение по национальному признаку. Естественно, когда эти, так сказать, возмутились, армяне восстали, естественно, это идет поддержка, потому что это все дикость, в общем, все эти притеснения. Возвращаясь к теме 90-х, все-таки в 90-е годы вы спросили меня, а что такое свобода? Появлялось огромное количество новых имен в журналистике, в предпринимательстве, в политике. Вы, наверное, сами все это помните, да, сколько новых имен открыл съезд народных депутатов, да? Но почему за последние 20 лет таких новых имен мы не видим ни в одной из сфер, которые я назвал? Я не знаю, какие новые имена вы имеете в виду в 90-е годы, все, что я не вспомню, ничего, кроме ужаса и отвращения, у меня не вызывают, честно вам скажу, в 90-е годы. Все политики, которые сегодня принимают участие в выборах, они все из 90-х практически, но может только Ксения Собчак, новое имя, и то это дочь того самого Собчака, который тоже из 90-х. Там были и хорошие люди, и всякие, но в целом, в целом, главное, я как-то выступал на московской трибуне, это сказал, передо мной выступал молодой предприниматель, который сказал, это был 95-й год примерно, меня предали, вы предали, я начал свое дело еще при Горбачеве, когда начал малый бизнес, и вот под гайдаровские реформы, и меня удушили, меня эти реформы удушили, потому что эти реформы, я может быть их неправильно называть гайдаровскими, я не знаю, но реформы 90-х, они все отдали в руки олигархов-монополистов, и в том числе красных директоров, в том числе ФСБ, там своими деньгами золото партии, которое завалило страну совершенно с мусорным товаром с запада, и убило легкую промышленность страны, России, потому что они завалили, зато они там брали с подбойки, а здесь продавали дорого. Рынок был уничтожен, у нас за последние 10 лет площадь рынков сократилась в 4 раза с их влиятельностью. Идет плашная монополизация, почему я говорил про этих самых, саботаж правоохранителей, идет с монополизацией во всем, никакого рынка нет, малого бизнеса нет, это же ничтожное количество. Сколько Путин говорил о том, поддержка малого бизнеса, его нету, это на ничтожном уровне, 5%, что 10, в Америке 60%, в Турции малый бизнес спасает людей, а здесь он задушен, потому что одни олигархи, сетевики, агро или разные, строительные, и все связаны с каким-то начальством, которое миллиарды карманы кладет на откатах. То есть система вот такая, воровская система, друг права Дубродского сказано, в уровне милее, чем кровопейцы. Поэтому если я повторяю, то, что мы этих кровавой бойни не видим, каждый день по телевизору, что нет, это все-таки хорошо. Но воровство очень большое, это мы прекрасно понимаем, Навальный в этом смысле совершенно прав. Сейчас мы перейдем к Навальному, но еще задам вопрос. В 90-е годы все-таки появилось изобилие товаров на прилавках. Это все за счет того, что был запущен механизм рыночной экономики. Кто-нибудь сегодня откажется от этого? Да никто. Я отказываюсь от этого. Это абсолютно неправильно, что это был механизм рыночной экономики. Изобилие товаров появилось, это правда. Мы помним абсолютно пустые полки при Рыжкове, и когда в Москве только одна гвоздика была у метро, почему-то азербайджанцы ее торговали. Только это. Но, действительно, но тут же цены и падение доходов населения. То есть, 90-е годы это на выживание у миллионов. Близкие, знакомые, которые все жили, потому что был огородик. Вот эти шеи. Свой огородик был, садовый участок. Выращивали что-то. Не было денег купить. Товары-то есть, а купить-то как? Да, были барахолки. Вот помните тогда, тысячи людей ездили, эти самые челноки, челноки Турции, все. Но люди как-то хотели заработать. Но потом это все придушили. Даже это. Никакого ленинского НЭПа, так называемого, у нас не получилось, а мог бы получиться. И страна бы тогда была совсем другая. Мы бы сейчас говорили совсем о другом. Но придушили-то это как раз в начале 2000-х. Нет, придушили в начале 90-х. Олигархи придушили, красные директора. Когда они платили зарплату по два года за хахтеров? 94-й год, 85-й. Они на рельсы ложились. Мне тогда говорила Александра Памфилова, с горечи я к ней пришел, в Госдуму, тоже была статья за малый бизнес, там что-то такое. Никто не слушал тогда. говорит, вот пятилетие, пятилетие сейчас знаменитых шахтерских забастовок 89-го года, которые в каком-то смысле тоже повернули страну, это было настолько организовано, сколько-то было провокаций, они и поддались. Ну, молодцы. Пятилетие. Никто в Москве не вспомнил вообще. Они там на рельсы ложатся, им два года зарплаты не платят. И вот, понимаете, я хотел сказать главное, вот я, почему я выступал на этой трибуне, я напомнил слова из Некрасова, кому на Руси жить не хорошо. Ему судьба готовила путь славный, имя громкого, народного заступника, Чахотку Сибирь. Вот слова народный заступник абсолютно забыты были в 90-е годы всеми вообще, самыми хорошими людьми. Никто не думал о том, как живет народ. А если кто-то и вякал про это, то его никто не слушал. Из тех, кто был вокруг Ельцина, демократы, недемократы, да и тот же Гайдар, Явлинский, давно бы победили на выборах и не было бы этих угрожающих коммунистов, угрожающих реставраций, если бы они хоть на секунду почувствовали себя народными заступниками, задумались, как живет народ. И отказались от этих между собойщиков на кухне московской, так сказать. Но, к сожалению, у нас действительно эта беда России, она не сейчас только. Так было в 17-м году, когда пришло временное правительство, демократы, которые оказались абсолютными патентами. Они проиграли все, они ничего не смогли. Естественно, активисты взяли у них власть голыми руками. Также и здесь получается, что нету. Первый человек, на самом деле, вот мы перейдем к Навальному, первый человек, как бы к нему не относиться, это отдельный вопрос, но первый человек, который грамотно обращается к миллионам, не к своей тусовке, а к миллионам, это Навальный. Благодаря интернету и все. Больше никто не умеет это делать. И с демократами, не один. Нет ни одного, кто умел бы обращаться к миллионам. На их языке причем. Обращаться, значит, так, чтобы тебя понимали. Значит, на их языке. У него очень грамотно это все построено, и он умеет это делать. Другое дело, что там программы нет никакой, и читал я его программу перед выборами, ну, год назад, перед выбором артовских, что надо, чтобы бороться. Вот главная его тема коррупция. Для борьбы с коррупцией надо создать орган, отдельный орган, который не будет правоохранителем. Ну, какой-то детский сад. У нас еще счетная палата есть, счетная палата есть, пожалуйста. Да нет, не в этом дело даже детский сад. Во-первых, как он может не быть правоохранителем, когда он должен бороться с коррупционером, в том числе следить силовиков. Во-вторых, а кто будет следить за этим органом? Как сделать так, чтобы он сам не стал главным коррупционером страны? А он мгновенно станет, уже мы проходили это. Ну, в общем, там какой-то детский лепет в этом смысле. Но, может, это еще исправимо, но беда в том, что в России нет демократической оппозиции. Я имею в виду не демократов, а политической оппозиции, которая была бы достаточно влиятельна в смысле популярности и все. Которая могла бы обращаться... Почему во Франции вдруг Макрон? Новый человек. В Греции тоже вдруг совершенно новый человек, еще где-то. Но там потому, что возникают политические мощные структуры и даже новые, которые оказываются сопоставимы с теми, которые до этого. Полная неспособность к самоорганизации. Это беда. А когда нет способности к самоорганизации, власть берут люди вроде как кущевки, цапки. Договариваются с правоохранителем, убивают, грабят, все, и никто ничего сделать не может. Вот так мы и живем. Борис Львович, вы сейчас сказали про Андрея Сахарова, который никогда не переходил на личности. Он не переходил в критике, в критике. Ну, например, Алексей Анатольевич Навальный, он всегда переходит на личности. И его обращения в его блоге, они всегда адресованы конкретному чиновнику, конкретному олигарху или конкретному представителю, так сказать, круга Путина. Вот он прав в этом плане. Нужно ли переходить на личности? Понимаете, это совершенно разный жанр. Навальному это просто необходимо. Ну, как же иначе? Он же предъявляет конкретные обвинения. Все. Там же речь шла в целом. Короче, вообще Сахаров не ругался. По-моему, Навальный тоже не ругается. Он говорит фактами. Но ругань, она вообще всегда снижает уровень разговора и сразу теряет убедительность того, кто говорит. В этом смысле это я имел в виду. Нет, Навальный, конечно, он в своем жанре совершенно все правильно делает. Советские диссиденты не все были готовы к рыночной экономике и все как бы выступали за сохранение социализма. Вот вы когда были диссидентом, для вас стояла такая цель ввести страну в рыночную экономику или вы все-таки придерживались точки зрения, что нужно сохранять социализм? Что понимать под социализмом? Вот социализм шведский, социализм датский, финский социализм. Это все социализм, это колоссальная социализм с огромной ролью государства. И у них идут все время дискуссии. Надо нам больше государственной экономики или меньше. Они делают больше государственной экономики, оказывается, экономический рост падает, потому что бюрократия работает плохо. Тогда они опять появляются разгосударственные, частичные, начинаются получше. Но вот эта борьба, то, о чем вы говорите, она в динамике происходит все время. Причем ясно, что полного отказа от возврата к дикому капитализму никто, сейчас это же ни в Америке, нигде невозможно, потому что социальная защита, которая новость, в общем, в сравнении с 19 веком или началом 20-го, все это сохраняется. Поэтому если говорить про советский строй, про советскую плановую экономику, я бы не назвал ее социалистической, государственный капитализм с предельно зарегулированной и потому бессмысленной экономикой. Мы хорошо знаем эти примеры, когда тракторы пахали к пустыню Каракум. Они пахали, потому что был план, и план надо было выполнять, а что из этого получится, неважно. это ленинская идея, как раз к столетию октября великого я написал статью к столетию как раз о монополизме, который никуда не девается, о том, что Ленин был гений, он создал систему, которую невозможно разрушить. Я там оказался, невозможно разрушить, система монополии, постои во всем монополии политической, монополии и экономической, никакого рынка нет. Конечно, я за рынок, конкурентный рынок, сбивающий цены. А там цитаты Ленина, я в том числе привожу, помимо страшных цитат, повесить 100 каравапейцев и так далее, страшные цитаты расстреляны эти. Там он пишет, что мы должны стремиться к тому, чтобы вся страна работала по единому плану, когда сотни миллионов людей работают по единому плану. Вот такая, извините за слово, шизофреническая идея управлять всем из одной точки, без всякой конкуренции, все по плану. Это и привело к распаду, в конце концов, СССР, к гибели, потому что это абсолютно нежизнеспособная система экономическая, она не может существовать, потому что, в принципе, это невозможно. Конкуренция нужна, нужно, чтобы у тебя, кто лучше, им было лучше. А здесь по единому плану. Так что, это экономика государственного зарегулированного капитализма, социализмом я бы ее не называл, социализмом я бы называл все-таки хорошее слово, то, что в Швеции, Дании, Финляндии и многих других, в той же Франции. Вот. А то, что в экономике должно быть существенная часть, но не все, рыночный, конкурентный, вот известно, вот вам, знаете, японское экономическое чудо после войны. Япония же экономическое чудо и под совершенно разрушенная страна, и вдруг такой рост. Что там делали? Это было, правда, там были американские оккупационные власти, и власти Японии, так сказать, совместно с ними, ну, первые годы там, после того, как Америка взяла, острова, режим уничтожила. Разрушенная какая-то отрасль полностью. Государство, вкладывая деньги, создает государственные какие-то предприятия, которые отрасль выводят из нуля. Она начинает как-то работать. А потом объявляется распродажа в частные руки. Но следят не все целиком в одни, а определенными кусками, и следят, чтобы примерно одинаковые частники получили примерно одинаковую долю, и чтобы их было достаточно много. И тогда возникает между ними конкуренция, и тогда этот пирог ползет. Вот экономическое... То, что у нас не случилось, к сожалению, за все 30 лет. Никакой этих самых конкуренции, почти ни в одной отрасли не возникло, а возникли одни монополисты-олигархи, которые связаны, как я говорил, с властями. Но нет конкуренции экономической в России. В этом смысле мы сохранили ленинский монопольный принцип, к сожалению. Поскольку вы тоже были диссидентом, насколько вообще диссиденты были однородны? Я знаю, что, например, Валерия Ильича Новодворская выступала за предкоммунистической партии, за развал Советского Союза, и некоторые ее собратья по диссидентскому движению упрекали в том, что она провокатор. Какие вообще в основной массе идеи диссиденты отстаивали? Есть принципиальный водораздел, который плохо понимают, между диссидентом и правозащитником. Например, есть такие, было движение молодые коммунисты. Ребята, которые хотели улучшить Советский Союз и сделать социалист человеческим в общем, какую-то реформу, их посадили. Они не были правозащитниками, они были диссиденты. Или националисты, борьбы за украинские националисты, прибалтеисты, которые хотели там больше независимости национальной, они не правозащитники, они диссиденты. Они объект для работы правозащитников. Их мы защищали. Их Сахаров защищал другие, потому что они пострадали за слово, за идею. Правозащитник, он не выдвигает, он может в частном порядке, как всякий человек, что-то выдвигать, все мы люди, но как правозащитник у него нет задачи выдвигать концепции переустройства общества. Есть одно, помочь конкретному человеку и добиться, чтобы в целом соблюдались права человека. Вот это вот. В этом смысле правозащита вне идеологии. И в этом ее великая сила. как только мы не ходим в идеологию, тут же начинаются споры. Так, всяк, одно, другое, на Западе, где это. Сахаров и другие, вот когда начало это чисто правозащитник, вот спасти человека, который неправедно посадил в психобольницу, арестован или еще как-то, не выпускает из страны. Нарушение права человека, частного лица, если угодно, да, за слово, за его идеи. Вот это правозащита. Правозащита, хорошо, Леонард Терновский такой был, замечательный человек, правозащитник, сидел тоже, он сказал, что такое правозащита? Противление злу не насилием, но именно по защите. Сергей Дамышков-Ковалев сказал, в чем главное противоречие с советской властью? Нравственная несовместимость. Вот это очень точно, в отличие от Толстого, который говорил не противление злу насилием, вообще нет, противление злу, но исключительно. Я помню Таня Осипова, жена тоже правозащитника, Вани Ковалева, сама правозащитница, которую посадили в 80-м году, в 81-м, она на суде сказала, важные очень слова, правозащитники никогда не прибегали к насилию и все за своим оружием считали только гласность. Это правда, тоже принципиально, никаких бомб, никаких тарактов, никаких вообще бутылок, только гласность. И только, имеется в виду, вот есть человек, его надо защитить. По этому принципу мы работаем правой ребенка. Есть ребенок, его надо спасти, а то, что при этом идут предложения, как вообще изменить систему интернатов и так далее, это само собой следующее, но тоже с целью, чтобы не страдали люди. Позвольте еще задать вопрос такой конкретизирующий. Вы сказали, что это разные вещи, правозащитник и диссидент. Сергей Адамович Ковалев, он кто? Диссидент или правозащитник? Я бы сказал, и то, и другое. Дело в том, что это же могло быть и то, и то, и другое. Я сейчас не помню, выдвигал ли Сергей Адамович какие-то идеи переустройства Советского Союза. Мне кажется, все-таки он ближе к праву. Он был член комитета по правам человека. Короче говоря, вот не помня, чтобы у него были какие-то такие, если человек выходит и говорит, соблюдайте вашу конституцию или там что-нибудь такое, или соблюдайте права человека, то это все-таки правозащитник. Но одновременно и диссидент. Ведь понимаете, каждый, кто становится правозащитником, не прячется, когда там, а он же одновременно и диссидентом становится. Поэтому не очень точный вопрос. Правозащитник в советское время по определению диссидент. Сейчас есть там государственный правозащитник, этого не было. Короче говоря, другая ситуация совсем. В те времена правозащитник автоматически становился диссидентом. Его репрессировали, преследовали, и все, что хотите, получал он. Да, а вот, например, сегодня Лев Пономарев, он кто? Правозащитник или диссидент? Поскольку вот перед Новым годом, когда даже прощались с Людмилой Михайловной Алексеевой, он сидел в тюрьме за призыв людей прийти на митинг, да? Вот прийти на митинг. А цель митинга какая была? Правозащитная. Правозащитная. Он за людей, которых неправильно посадили, за этих почти детей. Новая величия, сеть там, ФСБ склепало дело, подослало самого агента, который, собственно, их и все это наговорил, а потом их же за это посадили. А он ходит на свободе, между прочим, с погонами. Хотя его надо сажать за провокацию. Ну, и, конечно, сейчас такого понятия, как диссидент, нет. Есть другое понятие оппозиционер. Ну, оппозиционер это немножко совсем другое понятие. Оппозиционер в советское время, конечно, любой оппозиционер был диссидентом. Тут же немедленно. Оппозиционер это очень уважаемое, хорошее слово, жалко, что его здесь... Ну, как жалко? Ясно, что те, кто держат руку на всех этих кормушках государственных и негосударственных и кладут карманы миллиарды, им эти оппозиционеры враги. Вот они начинают, вот агенты и так далее, иностранные агенты, НКО и все. Это все воровская банда, которая не хочет, чтобы их лишили дохотвердоходов. А оппозиция реальная, это реальная угроза для варья. А вот я говорю, что должны правоохранители работать. Им же место на скамье неподсудимо. Мне как-то друг один давно живущий в Америке сказал, что у них там недавно приняли в Штатах еще антимонопольные более жесткие законы, которые позволили отслеживать сговоры эти банковские счета. Многие уважаемые люди сели в тюрьму надолго. Ну, это работает, правоохранительная система, поэтому там экономика хорошая, что она защищена от монопольных сговоров. Поэтому оппозиционеры, это нормально, это та самая конкуренция политическая, что должна быть. А Пономарев, конечно, правозащитник, о чем же, о чем говорить. Да. Сегодня государственные средства массовой информации пропагандируют в основном с экрана такие милитаристские ценности, консервативные, жесткие. И общество, в принципе, это воспринимает достаточно хорошо. И на ваш взгляд, вот с таким настроем общества, честные и прозрачные выборы, они могут привести к позитивным изменениям? Пушкина, что сказано Борисе Годунове? Народ безмолвствует. Мнение народа в России не имеет никакого значения. Народ, которому можно за полчаса переориентировать мнение с одного на прямо противоположное, это не мнение. Самое главное, что, конечно, надо было бы сделать, и отвечая на ваш вопрос, это, конечно, нормальное, конкурентное местное самоуправление. Как Финляндия, как предлагал император Александр II. То, чего не сделала ни советская власть, понятно, хотя советы начали возникать поначалу, там и быстро партийцы и ЧК подмяли. И не сделали мы за 30 лет в Новой России. Местное самоуправление это же не просто так. Это значит, что в каждый момент есть оппозиция, оппозиционные партии, которые готовы на следующих выборах заменить тех, кто сейчас. И приходится подлизываться перед населением, а не сделать им отравляющие мусорные свалки. Хотя Воробьев точно знает, Андрей Юрьевич, что его никто не снимет, никакое население, никто. У него такая рука в администрации президента и в ФСБ. Если его представитель тогда устроил уголовную стрелку в шестуну, начальнику этого самого, ну, главе муниципального этого самого округа, который не подчинялся там, не хотел уходить и все, и там с ним беседовали. Солидные люди. Ярин, начальник главного управления, начальник управления внутренней политики в администрации президента Ткачев, начальник управления К, директор управления К ФСБ и представитель Воробьева. Как они его ламывали? Он все это записал, вы знаете, это, наверное, и теперь он сидит. Но это же, вот это нажили, уголовная стрелка в администрации президента. Ну, вы про это хорошо тогда написали. Все. Но, понимаете, где ответственность перед населением? Вот сейчас собираются вырубать Троицкий лес. Троицкие власти сговорились с Собянином с этой самой московской властями, которые дают на это разрешение. Ух там гигантские деньги, проект. А уникальный лес будет уничтожен. Уже тогда завезли бульдозеры уже в центр леса, собираются там дороги строить, школу, которая там совершенно не нужна. Сейчас 3000 собрали уже подписей, что нужна школа действительно, где она нужна, есть место. Нет, им надо вот этот коммерческий проект дать, и уникальный лес будет уничтожен. А это легкие москвы. И где правоохранители? Где? Причем там явные уголовные преступления, подлог и прочее с адресами. Правоохранители молчат, Следственный комитет молчит. Вот в чем беда. Это вам не Финляндия. Википедия называет вас биографом Андрея Дмитриевича Сахарова. Насколько это объективно? Ну, к счастью, может быть, так и есть. Самый лучший биограф Сахарова это, конечно, Сахаров сам, его воспоминания великие, воспоминания Андрея Дмитриевича. Но все-таки мне, например, я много довольно написал о нем. Все-таки знал его хорошо и как-то близко были. А в 2009 году у нас в физическом институте гейминог была международная конференция. Мне надо было сделать часовой доклад о Сахаровской конференции. Она была по физике, но Сахаровская. Я сделал часовой доклад о Сахарове на английском. Потом на русский перевел. И вот там я как бы, мне кажется, дал наиболее четкую такую картину. Например, Андрей Сахаров как физик во всех сферах своей деятельности. Андрей Сахаров as a physicist in all faces of his life. И там, мне кажется, я очень много так сказать сказал, вот как-то достаточно компактно, но за час сказал, в общем, они слушали, открыв рот. Причем, надо понимать, аудитория, 2009 год. Сахаров умер 89-90, 20 лет назад выросли поколения по физике, которые вообще о нем ничего не знают. Западные, физики мирового имени, крупнейшие, 40 лет и все. Ну, что они знают о Сахарове? Вот мне надо было рассказать как бы с нуля, но чтобы это было и по делу. Вот мне кажется, это удалось. Ну, есть еще и статьи обзорные по научным трудам Сахарова. Как раз в этом докладе я о научной его работе практически не говорю, потому что здесь как бы сидят люди, которые и так все это знают. больше вот о значимости и его колоссальной значимости вообще. В этом смысле, кстати, если говорить о 90-х, и все, я полностью согласен с Сергеем Григорянцем. Есть такой диссидент, правозащитник, который, примерно скажу, как-то говоря о Сахарове, он сказал, что смерть Сахарова в 81-м году это величайшая катастрофа, трагедия не только для России, для всей человеческой цивилизации. Вся история новой России была бы другая, прежде чем будь жив Сахаров. И я полностью с ним согласен. Он бы никогда не позволил, Андрей Дмитриевич обладал мне, он видел саму суть, еще обладал вот этим неравнодушием, сердцем. И никогда бы не позволило такое пренебрежение к нуждам миллионов, которое проявили все, кто был более-менее при власти в 90-е годы. Демократы, не демократы, полное игнорирование. Демократы шли на выборы и проигрывали позорно 4-5 процентов. По одной простой причине. Уж не было сахара, он не ткнул их носом. А надо о людях подумать. А люди вымирали. Вы знаете, сколько было школьников вот к концу 90-х годов количество школьников в России Федерации уменьшилось в два раза по сравнению с тем, что было в СССР, в РСФСР перед перестройкой. То есть резкое в два раза почти падение рождаемости. Вот те отучились, а новых нет. Потом некоторое пошел рост уже, так сказать, в 2000-е. это результат вот этого недоедания масла, чего угодно. Не рожали, потому что нет никакой возможности было. Вы говорите, были полки полны товаров. Да, полны. Но купить-то никто ничего не мог. Как можно купить, если денег нет? Есть такая легенда, что Валерия Ильична Новодворская когда-то подготовила обращение к Андрею Дмитриевичу Сахарову, в котором она его раскритиковала за то, что он хорошо относится к Горбачеву и, в принципе, так лояльно выступает и даже его поддерживает. Она это обращение передала, и Лена Георгиевна Бонар тогда на нее обиделась. И потом, уже через много лет, Бонар сказал Новодворской, что вы были правы. Вот насколько этот миф правдив. Да нет, может, это правильно. Дело в том, что, может, Елена Георгиевна обиделась, Андрей Дмитриевич, конечно, не обиделся, он спокойный к таким вещам. Ну, свободу, человек имеет право на свое мнение. Сахаров делал то, что считает нужным, и его соображения серьезные, как правило, бывали. Прекрасно он все понимал, но при этом он прекрасно понимал, что, например, все-таки случилось чудо. Случилось чудо. Ведь Андрей Дмитриевич, главное, главное, из-за чего он вообще занялся общественным, как бы его мотив был изначальный, чтобы не было ядерной войны, чтобы человечество не ликвидировалось в этой термоядерной войне страшной при обмене ударами. И он прекрасно, ставя близко к этому всему, он прекрасно понимал, что мы на грани. Это может случиться в любой момент. Вот чемоданчик, вот кнопка, там чемоданчик, кнопка, и были такие моменты, когда вот-вот, и не только Карибский кризис, были гораздо более острые моменты, чисто случайные. Стая метеоритов, миллионы метеоритов летят, американская система принимает их за советские ракеты, надо принять решение об ответном ударе. Миллионная стая гусей перелет, советская система принимает за это, и надо принять последнее решение ответный удар, значит, уже не остановишь баллистические ракеты. Значит, все, конец, и это все на грани, и чем больше было накопление вооружения, тем страшнее. И в этом смысле, например, противоракетная оборона, о которой заговорили в середине 60-х, всерьез, представляла гигантскую опасность, потому что войны не случилось из-за равновесия страха. Каждая сторона, лидеры понимали, мы их уничтожим, но мы тоже все будем уничтожены. Значит, не надо. Из-за этого 50 лет не было войны, но это равновесие страхов все более неустойчиво. А противоракетная оборона убирала этот страх, потому что она создавала иллюзию, что я-то защищусь и успею первым ударить. А кто первый, лучший и так далее. Поэтому Сахаров писал, и не столько Сахаров, это американские ученые писали руководство США, это был 67-й год, Сахаров и Курчатов и другие писали здесь нашему руководству, там услышали, а здесь не услышали. Это очень интересный эпизод из общественной деятельности Сахарова. И вот он в 68-м году уже, он принял решение, раз здесь не слушают, а вопрос о чем это очень важный. Огромная опасность над человечеством нависла, СССР не идет на переговоры по ограничению противоракетной обороны, он написал свои размышления. Вот историк Геннадий Горелик это все выявил потом по документам, размышления о мире, интеллектуальной свободе и так далее, где в том числе написал и про это, про то, что опасность развивать противоракетную оборону, это уничтожит равновесие страха и значит мы сорвемся в катастрофу мировую. То, что и раньше писалось, американские ученые говорили, то, что написал. И вот в мае 68-го года он эти размышления отдал друзьям, там было имя Сахарова, они распространялись в самоиздате и потом ушли на Запад и в июле того же года были напечатаны в Нью-Йорк Таймс, это был целый шок и все, но еще в мае 68-го года Госбезопасность раскопировала эти размышления и дала всем членам Политбюро. И уже в июне СССР пошел на переговоры с США об ограничении противоракетной обороны. То есть Сахарова слушали внимательно, учитывали его мнение, тоже уникальность его. И, конечно, в этом смысле случилось чудо, то, что сделал Горбачев и как при нем случилось, и он то, что этот договор, который сейчас под угрозой или вообще отменяется, об ограничении стратегических вооружений и ракет средней дальности и прочее, что просто стали реально уничтожать эти ракеты и США, и мы, которые стояли и вот-вот готовы были запулить ядерными бомбами. То есть человечество реально сделало шаг от края этой термоядерной пропасти, шаг назад. Не дай бог, если сейчас опять безумцы с двух сторон к этому, опять подойдут к этому краю. Интересы есть всегда. Интересы ВПК, военно-промышленном комплексе они везде, они везде, так сказать, больше, больше нам денег, мы больше будем наращивать, но надо же все-таки, чтобы кто-то был над этими интересами. Вы сказали сейчас о страхе, одно из выступлений Владимира Владимировича Путина, о том, что нам бояться, мы в рай попадем, а не сдохнут, это говорит о том, что страха у президента сейчас нет, есть даже какая-то бравада этой ядерной войной. Вы знаете, не будем популистские какие-то высказывания, остроумные или нет, которые рассчитаны обычно просто на публику вот вокруг и на вновь употребление, не нужно их рассматривать как концепцию, реально отражающую. Я, например, уверен, что при Путине не будут сохраняться и абсолютно уникальные отношения России и Израиля, что предельно важно и для Израиля, и для России, они сохраняются, несмотря ни на какие попытки это все нарушить, как мы знаем, недавно, осенью, когда Л-18 сбили, вот, это очень важно и также уверен, что сохранятся отношения России и США. Понимаете, одно дело то, что говорится, и больше на самом деле, но после него я не знаю, кто будет здесь, будет чего. Интересный эпизод, если же мы говорим о Путине и об Америке. 2003 год, США ввели войска в Ирак. Помните, это было весна. Ну, естественно, все газеты, агрессия Соединенных Штатов, агрессор, генеральный штаб Российской Федерации отдает приказ трем ядерным флотам Российской Федерации направиться в Персидский залив. Это значит Северный, Тихоокеанский и Балтийский. Черное море не может быть, потому что там Турция не пропустила. Все ядерные. И уже поехали несколько кораблей с Владивостока. Поплыли. Ну, в общем, все. Здесь такое ликование среди этих вояга. Вот сейчас мы это Америке зададим. В общем, воинственное настроение. Второй день этой самой агрессии американской еще не произошло то, что произошло через пару дней, когда армия Саддама-Хусайна просто сдалась далеко, и никакой войны не было. Помните, может, она сдалась все. все очень остро. Путин в поездке, по-моему, в Сибири, и журналист задает, я знаю, с газет, ему вопрос, как вы относитесь к агрессии США в Ираке? Ответ Путина, дословно, цитирую, политическое или моральное поражение США не в интересах России. После этого, на следующий день, Генштаб отзывает свой приказ, а вот противоатомных флотов и как-то все. Те, правда, приплыли, покатались в Пресидском заливе и вернулись, не стали возвращаться. Ну, уже нет войны, ничего нет. Вот эти вещи, понимаете, я понимаю прекрасно, что ситуация меняется, и меняется, если даже не сам президент, то его окружение, и все это может... Вообще, как сказал Сахаров, я уже говорил про Брежнева, чем больше, повыше положение, тем меньше степеней свободы. Я никогда не знаю, вы же первое лицо государства, это, помните, были такие ЗИЦы или ЗИЛы правительственные с Чайкой, Чайка была на капоте. Вот генсек, президент, он кто? Он за рулем государства или он Чайка, а за рулем человек в маске? А мы никогда этого не знаем. Более того, это всегда в противоборстве. В этом смысле переходить на личности совершенно глупо, я повторяю. Мы не знаем, кто там кто-то что удерживает и что-то решает. А я думаю, вот у меня есть такая надежда, что в этом смысле я согласен с Ходорковским. Он, когда объявили эти санкции американские, кстати, я написал благодарственное письмо сенатору Чаку Гресли, председателю юридического комитета Сената США, благодарил его, это было год назад или полтора, в интернете опубликовал, даже на английском это все размещено. Здесь, правда, в газеты его не взяли, независимо посылал, но неважно. За что я его благодарил? Ну, личная благодарность была только в 83-м году с подачей моих друзей он написал телеграмму председателю КГБ СССР Чебрикову, Виктору Михайловичу Чебрикову, где текст телеграммы, мне его друг потом показал, очень короткий. Уважаемый господин Чебриков, «Я слышал, что вас преследует физика Бориса Альтшулера. Пожалуйста, примите к сведению, что в моем штате производится 80% той сои, которую СССР закупает в США». С уважением. Вот такого рода, это была реальная защита, как были под колпаком, но не трогали. Вот, а второй, ему был благодарен за эти санкции, которые дали надежду российским бедствующим семьям с детьми, которых я пытаюсь помочь, которым пытаюсь, что всё-таки, может быть, удастся преодолеть эту нашу олигархию воровскую, которая, собственно, обрекает их на бедность, на бездомность и всё. В строительстве или в всём. И что, и в этом смысле, я там даже процитировал Ходорковского, который выступая не долго до этого, осенью, это был 17-й год, выступая, сказал, что эти санкции важны, потому что они, есть надежда, что они уберут около сотни или больше, порядка сотни олигархов, которые сейчас вокруг Путина и которые как бы по ним ударят и которые освободят его от их влияния. Вот так вот. Но всё, конечно, гораздо сложнее. Я думаю, влияние силовиков, так называемых, оно гораздо более страшное и гораздо более серьёзное. Но большие деньги тоже. Ну что мы по строительству? Ну очевидная совершенно вещь. Это предлагает Совет правом человека. Это строители предлагают. Нужно снижать стоимость квадратного метра. Путин говорит только о ипотеке, обо всём. Ну естественно, с подачи олигархии его окружающей. Он говорит только о том, что да, надо давать бюджетные деньги, чтобы снизить ипотеку. Никто не говорит, включая Путина, о том, что надо снизить стоимость квадратного метра. Причём можно снизить и себестоимость. Современные методы строительства позволяют строить дёшево, быстро и качественно. За месяцы Китай, посмотрите, сколько строит. Это раз. Второе, продажную цену. А продажная цена вообще у нас накрутки на 200-300%. Это монополизм сплошной. Московская область, Москва. Конечно, надо огромное число строителей сидят, сложа руки и не строят. Их не подпускают близко, им не дают участков. Тот же Путин говорит, вот дают своим да нашим только. Но ничего же не меняется. И в этом смысле, конечно, эти санкции, они могли помочь России нормальную экономику наладить и могут помочь. Но если здесь, конечно, не одолеют эти самые воровская шайка, которая кричит об Америке, что это враг и так далее, им надо сделать всё, чтобы продолжать воровать миллиарду народу. А кто эта воровская шайка? Да практически все, кого мы видим. Лично я называл и много раз, я знаю, я же говорю, он очень сердился меня за это, телевизору, Игоря Ивановича Шувалова, который у нас 15 или 20 лет отвечает за строительство жилища, жилищное строительство. Вице-премьер он был. И который у него там свои какие-то замки или там дома на Темзе в Лондоне, это само собой. Но дело не в этом, дело в том, что полностью при нём перестали строить социальное жильё. Его вообще нет социального жилья. И это всё вот какой-то ограниченный круг вот этих олигархов, строителей, монополистов вокруг него, и всё. И больше никто ничего не строит, и всё на ней отстроено. Это, конечно, его прямая ответственность. Я его, конечно, не буду никогда презумпция невиновности говорить про воровство, потому что не имею права на то, что он, как вице-премьер, отвечал за строительство и полностью провалил это дело. В какой мере он сейчас влияет, я не знаю. Не исключаю, что влияет тоже очень сильно, но уже так, теневым образом. Но в строительстве полный провал. Я вот недавно написал губернатору Воробьёву Московской области, написал письмо, которое начинают словами о жилищной гуманитарной катастрофе Московской области. Начинаю с примера, одного примера. Александр Кулигин, 49 лет, сирота в прошлом, всё. Стоит на, инвалид первой группы детства, стоит на льготной очереди 11 лет. Восемь лет в Клинском районе Московской его очередь номер 3. Восемь лет очередь номер 3. Она не сдвинулась. Во всём районе за 8 лет не нашлось трёх квартир для льготных очередников. О чём он-то говорит? Я говорил с администрацией. Да, нет, не строят. При этом в Московской области гигантское коммерческое строительство. Сто тысяч, как сам Говербьёв говорит, сто тысяч в год увеличивается население, а это надо со стальной нагрузкой, а для своих не строят. А покупают кто? Богатые люди, Москва, все регионы России, Средняя Азия, все, у кого деньги есть, потому что цены тут сдуваются, монополисты. И есть ограниченное количество строителей, включая фирму «Самолёт», где брат губернатора, один из владельцев, которые строят и больше никого не подпускают. Вот где бы разгуляться МВД России правоохранительным органом. Но они не занимаются они этим. На ваш взгляд, такое окружение Владимира Владимировича Путина, оно свидетельствует о его неразборчивости или он в доле? Я не буду утверждать ни того, ни другого, не знаю. Вообще, есть хорошая фраза кому-то из классиков «политика искусства возможного». Я говорю, я никогда не был президентом. Я знаю, и я бы не справился ни за что. То есть, провалил бы всё. Я знаю, что какие-то вещи ему удалось стабилизировать в сравнении с 90. Я знаю, что Борис Николаевич Ельцин ну, совсем не справлялся. Отсюда эта кровь, от всё. Он не хотел этого. Ну, его отодвигали. И второй срок? Да нет, ну, семья правила. Семья, там какие-то люди, там всё. Ну, он совсем не справлялся. Ну, во второй срок. Ну, первый-то он сам, наверное, принимал решение. Не сменись, в 94-м году, в декабре, началась Чеченская война. Где был Ельцин? Как нам сообщили, у него проблемы носовой перегородки, он там где-то в господине. Ему даже газету «Известия» не показывали. Отодвинули. Это началась эта афера коммерческая с этой войной. Нет, его очень сильно задвигали. Ну, Путин так, конечно, не задвигают, но, опять же, какие возможности у президента реально, вот, я говорю, политика искусства вознаграждения, я не знаю. Я не знаю, как. Я не знаю, что надо сделать, то есть, я знаю, что надо сделать, чтобы навести в стране порядок. Но это и он знает, и все. Я могу сказать простая вещь, простое предложение. Вот у нас суд. То, что отсутствует судебный контроль за следствием и вообще независимый суд, это страшная беда. Но у нас и доклад МВД, 99,9% судебных решений штампуют то, что им дают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета. Это говорит о полном отсутствии судебной системы в Российской Федерации. Механизм известен давно. МВД, ФСБ, все эти связаны с председателями судов, а председатель судов диктатор. Суда он диктатор, он фактически от него зависит все. Он говорит суде как надо, и судья так и решает. А если не будет соглашаться, ну уходи, и все. Короче говоря, эта система абсолютно вертикальная, абсолютно подавленная. в Германии есть горячая линия для судей. Если на судью оказана попытка давления в процессе исполнения ведения процесса, если судья в течение получаса не сообщит об этом по этой горячей линии, то пожизненная дисквалификация судьи. Вот так. Проводный человек и везде одинаковый. Но так жестко они защищают независимую судебную систему. Вот я предлагаю горячая линия, говорят, специалисты сделают горячую линию для судей Российской Федерации. Может быть, не надо так строго их наказывать? Здесь возникает вопрос, кто принимает и так далее. Если говорили, нужен парламент, чтобы это связано было с парламентским контролем, но нужны системные механизмы. Второе предложение совершенно такое, как я уже вам цитировал американского полицейского, за которым следят 40 детей из разных бюро. Да нужно, чтобы службы собственной безопасности, каждой из российских правоохранительных органов, а их у нас 10, чтобы было прямое поручение законом профилактически следить за сотрудниками других органов. Чтобы они не было, что МВД следит за собой, ФСБ за собой. Кстати, идея внешнего контроля, чтобы каждый сотрудник, будь то ФСБ, будь то МВД, следственник, каждый следователь знал, за мной следят, но не знаю откуда, изговориться не могу. А значит, надо соблюдать закон. Нельзя допускать какие вещи, которые они допускают. И он знает, что если он склепает дело, и оно пойдет в суд, то суд не будет его слушать. Как случилось с Маковым делом, когда присяжные оправдали всех, несмотря на все усилия следователей, сфабриковать из нуля, из ничего. Ну как в 37-м году из ничего фабриковали? Там же не было независимого суда. Вот здесь у нас уникальный случай. А надо, чтобы это было по всей стране. Вот это и есть системные изменения. Независимый суд. Председатели судов, их власть должна быть резко уменьшена, давно предлагалось. Но их же не делают, потому что это инструмент, через который исполнительная власть, правоохранители влияют на судебную систему. Через председателей. Это же их инструмент. Поэтому все эти предложения в администрации президента просто отметаются. А почему? Потому что администрация президента те же силовики. Это просто уже их люди, это все вместе они там сидят. И в этом смысле что может сделать Путин, имея вот такое окружение, я думаю, какие-то системные вещи можно сделать. Например, не надо подписывать законы, ограничивающие местное самоуправление. Наоборот, надо жесточайшие, жесткие меры по развитию местного самоуправления, ответственного перед населением. Вот эти вот все преследования митингующих и прочее надо прекратить полностью. Люди, правоохранители, которые так себя ведут, наоборот, должны их увольнять. Вот какие-то вещи, которые бы защищали конкурентную среду и защищали насилию. Вот вы спросили, можно ли при таком народе. Народ всякий. И то, что в России есть много очень активных, особенно и молодежь, и все, активных, честных людей, которые хотят что-то исправить. Но это мы знаем, это есть. Но надо дать им возможность проявиться цивилизованно, а не загонять все какое-то в невозгоние или потом какие-то маргинальные формы протеста, какие-то насильственные. Абсолютно. Абсолютно. И вы сказали, местное самоуправление задушено, но оно стало душиться как раз с приходом Владимира Владимировича Путина и по поводу подписания законов им. Совсем недавно в Государственной Думе рассматривался законопроект о том, что привлекать к ответственности людей за неуважение к власти. Когда изначально этот закон носил сенатор Клишерс, все его подняли на смех. Причем Роскомнадзор, Министерство юстиции, Государственная Дума все говорили, что это полное нарушение Конституции Российской Федерации. Но этот закон сейчас принят и Госдума, и Совета Федерации после того, как сам Владимир Владимирович подал сигнал, что этот закон принять нужно. Это беда. Что я могу сказать? Это беда. Я не знаю, что происходит с президентом. Я не знаю, он ли это, не он ли это, от кого зависит. Но я ничего не знаю. Но то, что это явно все, что сейчас происходит, предпосылка к хаосу, междуцарствию и вообще какой-то кровавой бани, которая случится сразу после его ухода. Потому что тот, кто сейчас удерживается в ручном режиме, как-то вот это удерживается. Но видно, что это на грани уже. На грани. И вот эти вот, конечно, это очень страшно. Это явление по-настоящему страшное. А с местным самоуправлением я не могу согласиться, что оно было в 90-е годы. Я согласен, что при Путине его тоже душили. В 90-е годы... Понимаете, что такое в России местное самоуправление в 90-е годы? Криминал. Только появилось. Да, но какое? Оно какое? Криминал. Криминальные элементы прошли в местное самоуправление. Это сразу свои. И все тут. Нормальных людей туда не попало. Только честно открытый выбор. Сменяемость власти могла как-то со временем в местное самоуправление власти... Понимаете, а это, чтобы это случилось, нужно, чтобы правоохранительная система стояла на страже, честно, а не на страже криминала. А когда правоохранительная система в одной бане моется с главой муниципалитета и со всем, это уже не демократия, продон, это не местное самоуправление. Это власть криминала. Это 90-е годы. Михаил Борисович Кодорковский, которого вы сегодня упоминали, когда вышел на свободу в первый день рождения Владимира Путина, когда он был на свободе, написал ему такое приветствие на день рождения. И в этом приветствии он написал, что когда вы пришли к власти, вы России нужны были как воздух. А сейчас, вот когда вы уже отбываете свой третий, четвертый срок на посту президента, этот воздух уже очень испортился. И нужно открыть форточку и все проветрить. Вот. Насколько вы согласились с утверждением Кодорковского? Я уже сказал, я не понимаю, что то, что происходит, что Путин подписывает такие законы, это страшно. Это говорит о том, что, во-первых, я думаю, что говорит о том, что у него уже никакой власти нет. Кстати, Владимир Петрович Лукин, который был полномочным правом, как-то рассказывал такой эпизод встречи с Путиным. Это была осень 2004 года. В августе, как вы помните, был такой закон о монетизации льгот номер 122, который фактически уничтожил централизованную социальную систему Российской Федерации и всю социалку отдал в регионы. И с тех пор мы это кушаем. За редчайшим исключением там, подпи, особенно инвалидом, Федеральный Центр с себя снял. Возражали все. Помню, сколько Памфилова собрала, ты была Александра, была председатель комитета. Все возражали, тем не менее, Путин в августе подписал этот закон. И Лукин говорит, вот они с ним встречаются, с Путиным, осенью этого года, 2004 года. И зашла речь об этом законе, Путин стал его ругать последними словами, еще они вдвоем, два мужика, еще 10, так сказать, по-русски. И Лукин его так наивно спрашивает, что же вы его подписали? Путин так помрачнел, не мог не подписать. Это то, о чем я говорю. Мы ничего не знаем под ковром в Кремле, что происходит, и кто реально, кто олень на капоте, а кто управляет. И это всегда в противоборстве. Мы видим ряд примеров, когда Путин срабатывал очень позитивно. Вот, например, совершенно фантастический этот случай, когда это был 2001 год, это был май, в Москве были взрывы, тогда шла Чеченская война, взрывы в метро. И кто-то из депутатов сказал, смертная касть террористов. Мы должны отменить мораторий на смертную касть для террористов. Ведь мораторий существует, до сих пор существует Европа, слава Богу. Все подняли, все стали говорить, да, смертная касть террористов и так далее. Митрополит Кирилл, тогда он не был патриархом, Кирилл говорит, да, Христос говорил, что с мечом, что-то такое цитировал Христа, смертная касть террористов. Александр Александрович Солженицын говорит, смертная касть террористов. Мы тогда по инициативе Валеры Абрамкина, замечательный правозащитник, который сидел в Центре судебной реформы, собрали пресс-конференцию с Валерием Борщовым, который сейчас один из сопредседателей Москово-Хельской группы. Помню, мы с ними вели это, и мы говорили, им вспоминали Короленко, Сахарова, Толстого, говорили простую вещь, что смертная казнь даст возможность следователям клепать дела, выбивать признательные под пытками признательные показания невиновных и расстреливать их. И концы в воду человека убили, потом уже следователя не разоблачают, раз он уже казнен. Это тоже имело место в советское время. Так вот, нас никто не слушал. И вот наступает 2 июня 2001 года. Путин на некоторой поездке, по-моему, в Питере, взрослесь, его спрашивают, как вы относитесь к тому, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для террористов? Ответ Путина. Это я помню слово в слово. Не мы давали им жизнь, не нам ее отнимать, это дело Всевышнего, ловить надо лучше. Ну, под каждым словом можно подписаться. Понимаете, но интересно, что после этого сразу прекратилось, вот его какая-то власть все-таки есть, прекратилась вся эта кампания, а митрополит Кирилл заявил, да, это правильно, если не будет смертной казни, это будет для церкви даст больше возможности для пастырской работы с душами оступившихся грешников. Все слова знают, какие надо. Когда пустят, когда пустят. Так что, понимаете, и у Ельцина тоже ведь не было, такого же, совсем не было власти. Что-то было, что-то он удерживал. Но это же, мы никогда не знаем, это настолько сложная конструкция Кремля. Но, конечно, когда такие вещи происходят, как сейчас, как вы говорите, Путин подписал закон, они критиковают о власть, совершенно антиконсистенционный, все. Это говорит о том, что вообще непонятно, кто правит в стране. Мы непонятны, где мы живем, это очень опасная ситуация. Ну, как, абсолютно понятно, Владимир Владимирович Путин, я не вижу других людей. Ну, хорошо, можно, конечно, я понятно, что он на виду, но я опять же говорю, я не знаю, он кто. Он за рулем, и такие решения, или он колень на капоте, а кто-то в маске им управляет. Мы этого не знаем, и не можем знать, в принципе, не можем. Наше дело, и мы не должны даже про это думать, особенно. Мы должны с вами, да, это антиконсистенционный, против этого надо резко возражать. И вот мы это и делаем, насколько можем, в том числе и ваша программа. Вы оптимист? Шизофренический оптимист. Это мы, я сам себе дал, это действительно так, да. Но, понимаете, к этому есть основания, потому что нам удавалось спасать людей в ситуации, которых абсолютно невозможно, казалось, абсолютно невозможно. И потом, когда мы занялись правами детей с 96-го года, аналогично получилось ребенка защитить в этой бюрократической системе, абсолютно невозможно спасти. Но мы спасали. Почему? Потому что мы, принцип какой, обращаться в космос, так сказать, обращаться куда-то, куда-то, немыслимо высотой, когда оттуда приходит циц, если удастся. Но это не сразу. В советское время мы обращались на Запад, сейчас это в меньшей степени, конечно, особенно по нашим делам, но сейчас СМИ, СМИ поддерживают, поддерживали. А почему сейчас на Запад не стоит обращаться? У нас же некоторые есть, люди с оппозиционными взглядами, там, Владимир Карамурза, который помогает Конгрессу США составлять списки, там, всякие... Это я понимаю, по политике, да, но если речь идет о социальных порах, если идет о детях, ну, конечно, мы обращались в ООН, это все понятно, писали альтернативные доклады в ООН, это тоже имеет свое значение, но, в принципе, Запад, я пытался к этим вещам привлечь, делал разные обращения, не реагируют. Понимаете, Западная система, политическая в том числе система, я же говорю не о правозащитниках, она ведь тоже невероятно консервативная, заточена на определенные совершенно задачи сегодняшнего дня, и вот то, что тогда получилось в советское время так привлечь к правозащитной теме и этим повернуть вообще весь мир, это тоже некоторое чудо. Кстати, это сделали российские советские правозащитники. Декларация ООН о правах человека была принята в 1948 году. Много лет она была маленькой, один из многих ООНовских документов, на которые мало кто обращал внимания. А вот благодаря деятельности советских правозащитников, Ковалев Сергей об этом, Сергей Адамович, про это четко говорит, и потом вот Доблевская премия Сахарова, он это подчеркнул, безопасность права человека, вот все это вместе, это подняло права человека на вероятную высоту и создало действительно защиту для человечества и от войны, уничтожающей, и для людей. И теперь уже все говорят, права человека, права человека. Борис Львович, я вот с вами общаюсь и вижу, что ваши взгляды, они отличны, наверное, от многих ваших соратников по правозащитному движению. Да, я это замечаю. Вы тоже это замечаете? Конечно. Как у вас нет каких-то противоречий, как они к вам относятся? Ой, мы, слава богу, не шизофреники, мы не психи, мы не переходим, отманяйте, ведь у нас же очень легко вот это самое, про разлада семей, этот створк, этот дырак, нет, нет, мы... Спокойно, толерантно? Да толерантно, толерантно, конечно, ну, разные точки зрения, разные точки зрения, да, в конце концов, но мы же все-таки взрослые люди, они... Но у нас, к сожалению, взрослые люди часто такие, дети, психоватые. Вы прожили счастливую жизнь? Ну, одно из залогов счастья в моей жизни, это моя жена, поэт Лариса Миллер, с которой мы вместе уже 57 лет, совершенно, как пишут критики, совершенно, правда, живой классик. Вот, но, кроме того, очень люблю, я вообще люблю стихи, весь стихи очень люблю. Это отдельная тема. Недавно я в «Новой газете» опубликовал заметку, но это сейчас не в том числе про стихи с цитатами из Ларисы Миллер, но насчет того катастрофы, культурной катастрофы, которая случилась в «Новой России» за последние 30 лет. Я там эпиграфом взял очень интересный эпизод. Лариса Миллер выступала лет 10 назад на «Баяку», и часовая программа «Читают стихи» и «Интерактив». Нужна ли сегодня поэзия? Сдаёт вопросы радиослушателям, радиоведущая. Там разные звонки, и вот звонит женщина. «Я преподаватель педагогического университета Москвы и Московской области. Мои слушатели – это дипломники и аспиранты, будущие преподаватели литературы в школе. Вы знаете, я им часто читаю Пушкина. Они никогда этого раньше не слышали, но им очень нравится. Поэзия нужна. Вот то, что будущие преподаватели литературы в школе никогда в своё удовольствие не считали Пушкина, это только случилось в Новой России. Полностью исчезло это из информационного пространства. И даже мы знаем, когда это случилось. Март 1992 года. На Шаболовке до этого существовала редакция научно-популярных литературно-художественных передач, которая заполняла эфир Советского Союза, радио и телеэфир. Вот этими классикой всем этим заполняла. На чём вырастали целые поколения, где-нибудь деревни, далеко, а всё равно слух, есть талантливый мальчик, ребёнок, молодой человек. В общем, на этом вырастали, потому что это была классика, которая везде звучала. 250 человек там работали, специалисты вышли, вот мы с вами говорили до этого ещё. Дудь умеет разговаривать, умеет говорить, Леонид Парфёнов умеет говорить. А там, говорят, люди, которые все умели разговаривать так, что их слушали, открыли в рот. Это же не так трудно найти таких людей. Конец марта 1992 года, начало реформ. Вся редакция закрыта, все уволены. И до сих пор не удел, кто не умер. А что мы имеем в эфире вместо этого? Малахова? Соловьёва? Ну, что мы имеем? Какой мусор мы имеем? И даже куклы НТВ это не заменяют, это всё-таки политические куклы. А вот это вот то, что обращено, обращённое было к миллионам, просто русская, не только классика, музыка, театр, микрофон, научно-популярные. Всё это исчезло. И вот я откликнулся, была статья в новой газете как раз в начале марта, пишет Елена Дьякова, что вот раньше был юный техник 4 миллиона экземпляров в советское время, а сейчас 20 тысяч. Там натуралист, там было 2,5 миллиона, а сейчас 10 тысяч, 12. Но это значит ноль. Это значит, что это никому не доступно. А раньше это было доступно всем. В чём разница? И вот об этом речь. И как раз я выдвигаю там мысль, мою любимую, наконец я её опубликовал, что всё-таки появление интернета позволяет реанимировать вот такие вот культур-треггерские, массовые вещи, очень авторитетные. Только этим никто ещё всерьёз не занялся системно. Вот такую редакцию, такую восстановить 254, которая бы в Ютьюбе вещала хорошие вещи. Даже можно как дополнительный материал в школьной программе давать, чтобы звучал Пулскин, и чтобы его приятно было слушать. Понимаете, нигде не звучит. Вы знаете, такие вещи есть, правда они платные, есть приложения. Во-первых, платные, а это должно быть бесплатно. Во-вторых, это есть, но это недостаточно системно и авторитетно. Это должно быть так, чтобы родители... Я вам приведу пример. Успешный, такого рода локальный. В 2003 году была конференция по сиротству в Нижнем Новгороде. Я, конечно, тоже участвовал с коллегами, как правый ребёнка. Но там были ребята, два издателя художественных альбомов из Самары. Они рассказали, мне просто рассказали, что они затеяли. Вот в Самаре есть художественные музеи, картинами. И там хорошие картины. Много народа ходят в эти музеи. Один-два человека за день. Ну, как обычно. Что они придумали? Берут 70 картин, поговорим с музеями, арендуют зал, делают тематическую выставку на месяц. Русский портрет, передвижники, импрессионисты, и так далее. Тематическую выставку. Практически бесплатный вход. Но они издают маленькие альбомчики, эти 70, которые продают при входе, этим зарабатывают. А главное, почему я это рассказывал, был удивительный эффект. Тысячи людей пошли на эти выставки. Учителя с классами, родители с детьми. Они объясняют, а где ещё наши дети увидят это всё? То есть потребность колоссальная в этой самой, в культуре. Но её же надо подавать. Интернет даёт эту возможность. Никто... Когда я был членом общественной палаты, я не раз этот вопрос ставил, наступая на пленарки. Были это у нас из Министерства печати там статс-секретарь, всё. Но чиновники не способны. Здесь нужны энтузиасты. Нужны энтузиасты, которые бы этим занялись. И я, например, не способен это организовать, понятно, и не являюсь тем талантливым человеком. Но деньги на такую вещь наверняка найдутся. Я уверен, что найдутся люди, которые будут финансировать. Если это хорошо будет проект такой, просто потому что... Просто потому что... Да это просто небольшие деньги относительно. Это же не в телевизоре пять минут получить. Это же только надо платить зарплату фактически. Эфир-то бесплатный практически. На то интернет. Ну да. Аппаратура. И людям платить зарплату, которые будут туда заработать с этим делом, делать эти передачи. так что вот я высказал мою любимую идею, которую в новой газете недавно оплекал. Думаю, что я вам ее сказал и может это еще важнее. Ну благо то, что в советское время было записано, оно сейчас выкладывается в интернет в свободном доступе, на ютуб-канале гостелерадиофонда, да, и есть портал культура.рф, где тоже записи всех известных балетов, опер, постановок, спектаклей и вот телеспектаклей. Они доступны сейчас. Это замечательно. Но это все-таки для тех, кто уже хочет. А такая программа, которая бы развивала, которая давала бы вот школьнику, который ничего не знает, ему сделать интересно, и чтобы он стал развиваться, вот развивающие программы, вот этого моим очень не хватает. Как, насколько я знаю. Может, я не прав, может, это уже есть. А потребность советских школьников вот в этом она была высокой или им приходилось это прививать? Вы знаете, это было доступно. Это было. И поэтому всегда находились те, это было в воздухе как бы. Высокая, невысокая, я не буду говорить, конечно, может, она была низа, но мы знаем, что это было. И вот Олег Хлебников, поэт такой есть, он работает много здесь, у него была статья, это было лет 10 назад. Нас депортировали из самой читающей страны. Это его статья так называлась. Это абсолютно точное определение. Действительно, книжное распространение, вот Лариса Миллера, у нее в 2092 году, в марте, вышла книга, стихи и проза. Вторая, по-моему, ее бесцензурная книга, да, вторая уже. Но дело не в этом, толстый том. Издатель Статерра, 10 тысяч экземпляров, как в советское время. 10 тысяч экземпляров, Союз книга, знаете, был такой, Союз книга, был такой орган в Советском Союзе, раскидала по всей стране и даже за рубеж, и даже ближняя зарубеж, где уже, да, 92-й год туда распался СССР. Кучу народа потом купили. Но Союз книга раскидала, потому что книга вышла в начале марта. А в конце марта, через две недели, Союз книга рухнула под ударами реформ. Так же, как была распущена эта редакция на Шабловской, 250 человек. И нет с тех пор распространения, дешевого распространения книг по России. И люди, живущие вне Москвы или где-то, вообще лишены возможности его купить. Опять же, появилась сейчас возможность через интернет вот эти электронные версии. Но и цены какие-то немеслимые. Это все, все это искусственно. И цена на это дело. И все искусственно. Все недоступно. Ну и нет просто книг. А было. То есть, в этом смысле, конечно, какие-то вещи надо было бы сохранить. Так же, как пять копеек за проезд на метро, я считаю, надо бы сохранить. Ну, есть вещи, которые необходимы, как воздух. Как воздух на выживание. Значит, их и надо поддерживать государство. Хорошо. Ну, могли бы Вы назвать фильмы, которые произвели на Вас впечатление. Если говорить о новейших, то, конечно, два гениальных фильма прошлого года. Рустам Хамдамов «Мешок без дна» и «Знаешь, мама, где я был» с Резо Габриадзе. «Мультимультикарат». Это совершенный шедевр. Если говорить о наших фильмах, это ну, вот из новейшего. Так что мы смотрели, и это действительно нечто. Это нечто. Это только будет всегда. Хамдамов «Мешок без дна» и «Резо Габриадзе» и «Наш, мама, где я был». Вот есть, конечно, и другие, которые, я не могу сразу все это собрать, все эти мозги. Телевизор вы сегодня смотрите? Телевизора у нас нет уже давно, мы его не смотрим и не жалеем об этом. С какого года не смотрите? Ну, лет 5-7 уже, я не знаю, как это, отключился и все. Сами отключили и все? Ну, да, уже не стали смотреть, да, не зачем это. Ну, зачем время тратить все это ужинки и прыжки? Ну, канал «Культура» был неплохой, конечно, да, был неплохой. Он и есть, конечно, но мы не смотрим. Можно в интернете посмотреть, жена довольно много смотрит в интернете. Она там, в интернете сейчас все можно, вот планшет у нее, она, Лариса Миллеров смотрит, очень много смотрит в интернете. Это тоже новая реальность, что можно практически все посмотреть в интернете. Это хорошо. Ужасно, когда там начинают заводить авторские права и убирают. Это мы, предприбители, страдаем. Ну, знаете, сейчас все переходит абсолютно в интернете. Люди специальные фильмы снимают для того, чтобы их показывать в Ютубе. Ну, правильно. Почему я говорю? Надо использовать это для того, чтобы вернуть стране культуру. Так и называется моя статья в «Новой газете», что воспользоваться интернетом и вернуть в стране культуру, которой страна лишена. Они никогда не слышали Пушкина, будущего ведутся литературы в школе. Имя слышали, а стихов не знают. Никогда не читали. Немногие уже телекритики, телепозреватели, люди, специализирующиеся на изучении телевидения, они говорят, что рейтинги падают и все переходят именно в Ютуб, и тут появляются как раз такие проекты, как «Дути», «Еще не Познер», «Культура памяти», как наш канал. Меня просто удивляет. Это очень хорошо вспоминается, что почему такие проекты не возникали. Почему так долго они появляют? Это могло бы возникнуть довольно быстро. Быстро, но уже 15 лет у нас есть интернет, он развивается все больше. В общественной палате, кстати, на одном из собраний пленарок, там выступала женщина, которая говорит, член палаты, ездила в Калининград, встречалась со школьниками. Вот сидит зал, 400 или 500 человек, школьников, и она задает вопрос, кто из вас смотрит телевизор? Поднимаются три руки. Кто в интернете смотрит, в Ютьюбе? Лес, рук, весь зал. Но это слава Богу, слава Богу. Это великое дело, потому что вот это монопольное, опять монопольное средство массовой информации, это конец света, это истребление души. Спасибо вам за этот разговор и за то, что уделили нам время. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»